привет ребята у меня такое видео будет рыбалка дальше сейчас пока распаковываю и расскажу вам про то что будет за рыбалка сразу предупреждаю рыбалка была такая легкая веселая половили судачков немного правда поймали половили окуней на хитрую оснастку посмотрите кому интересно рыбалку вот сразу говорю кого нет чувства юмора не смотрите потому что там короче развлекаясь как могли и половили основной цель у нас было половить под паноптикс вот и потренироваться ну и был пойман первый наш судак вот чисто классический под паноптикс нашли поймали вот сейчас предварительно вам покажу что мне пришло пришла куча посылок вот кошмар оказывается еду в саратов на рыбалку там гимсовцы кошмарят у кого нет кошмы 15 штраф нет огнетушителя 15 штраф нет кошмы 15 штраф ребята мне предупредили рома возьми огнетушители жилеты полный комплект у меня все было кошма не лежала вот положу себе кошму теперь стоит копейки но вот пришли вот такие прикольные кепочки про рыбалками сделал поедем на соревнования ну так как я думаю что там саратове уже будет октябрю холодно еще вот такие шапки прикольные тоже вот самое интересное на потом отложу тут у меня должны прийти офигенные штучки так вот такой офигенский герма рюкзак сейчас я вам открою покажу короче вот такой герметичный рюкзак с карманом с всякими зацепами можно наложить туда там внутри еще карманы неопреновые можно наложить туда вещи закрыть и у вас все будет вот так закрыть запаковать и у вас будет все сухое пришла куча воблеров интересных вот такие воблер очки ой этой страны но это копия на всем нам известные воблера вот он и не мегалончик вот они все все наши любимые известные воблера любимых расцветов ну и самое интересное открываем самое интересное в тубусе ну я думаю вы так догадались что может прийти в тубусе конечно это палочки сторону вот так надежно упакованы это в сторону и тут две вот такие палочки от фирмы ролландс это старинный производитель как выяснилось палочек просто в россии они не были представлены широко ну вот теперь половлю узнаю что за палочка как они себя покажут так это у меня 702 702 палочка 728 он совка ну так он ну все обзоры как про ловлю я вам потом покажу вот такая красивая палочка тоненькие колечки разрабатывалась эта палочка специально под наши водоемы ну обзоры в будущем на нее сниму как половлю ей так половлю сниму обзоры и вот такая еще палочка тоже от компании ролландс пришла но это уже мне подкастинг мощная такая палка до 120 грамм такая набег фиш ну мне она нужна чтобы ловить под паноптикс в основном конечно такая мощная ручка вот такая вот ниже локтя чтобы удобно было пулять ну и такая классическом исполнении палок для свимбейтов большая ручка под большой передний хват хотя в принципе передних вас здесь то и не нужен над на кастинговых вот ну я думаю палка просто унифицирован вот ну на потрях конечно палочка хороша а на воде будем пробовать то есть что бланк легенький легенький что получит на воде посмотрим естественно тоже потом сниму обзор расскажу ну а дальше все смотрите рыбалку которая была на днях у нас все сегодня у нас напомню по моему 50 августа в ростовской области и вот что было два дня назад можете посмотреть и написать свои комментарии всем привет женя помощи здравствуйте короче приехали мы жене на веселку 100 лет не был на рыбалке попытаемся погонять рыбов вот сейчас соберу палочки одну риксара до 32 грамм соберу с катушкой шимана и одну соберу палочку себе тоже риксара до 35 грамм только это уже будет кастинг если будет и логическая рыба может погоняем и пила их ну как пойдет короче так что вот такие пироги сто лет не был на рыбалке не знаю как тут происходит что дальше делать с этим ну женя был недавно он умеет ловить рыбу мне расскажем даже за деньги короче как то так вот такие вот они друзья вот может мотор заглушить уже не так тихо работает мотор о тишина кайф не знаю как вам там слышно было к мотор работать или нет слышно нам было очень слышно короче вот так ну все камеру перемещу на грудь и будем ловить рыбу женя кого-то прет хорошего женька взял это коптильный вариант мы копченая вредно поэтому отпустим а для коптильный это коптильный размер рыбу надо сохранять евгений паре так у него акуня акуня на на огонь и так скажем это такой аквариумный вариант то был до этого коптильный вариант это аквариумный на такие кстати хорошо живут в аквариумах и растут кстати растут нас тут не очень но живут с рыбом они рассказывали то на суку так поехали дальше папистафали папистафали так ловил на дропшот и поменял на хурикан так 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 как там котелок у него сейчас буду их ловить оттуда хуриканом дропшот как это называется комбинация хапуга дропшот хари хапуга дропшот хари хапуга дропшот хари хапуга дропшот хари хапуга дропшот так упала у меня хурикан большой оба блин сошел поклевка на что взял интересно на хапуга или на неизвестно ну походу стану резинку потому что этот хари хапуга дропшот не работает поклевки поклевки а это ты меня тащишь ох ты хороший был ёкарный балет у меня отвалился блин хорошая рыба откусила и меня хвост теперь у меня слаг блин хорошая рыба у меня было также не кого-то прет там маленький 500 грамм там даже 300 для лялья как ульют а слага ты посмотри как на равномерке ловлю никогда так укуня не ловил я как клюет капец как бешеный ах ты ёпт размер посмотри какой коптильный это уже даже лучше чем коптильный да такого уже можно даже жарить снимаешь него шкурку с двух сторон и остается на позор отрезаешь голову и на позвоночнике остается и на позвоночнике остается чисто два кусочка мяса давай возьмем окуней десяток если хорошие будут да ну все давай напорим просто она наверху его ловлю просто так кручу не смешал даже ли подлодкой поклевка ля-ля-ля-ля-ля блин не засекся поклевка была прям поклевка поклевка таракушатик другое а ну дай мне эту штуку который в кармане у креатур чукатуху не сломал где-то ближай так он так зло атакует блин прикинь мелкий так зло атакует что это пока не на короче запускаю резинку с новой партии же не снова силикона кого-то сделал резинки с артёмом заменим был джам запаха силикон силиконовый силикон налили таком в толще да вообще в равномерке вот кинул но у меня груз на грамм и начиная просто равномеркой то у меня там хурикаун до сходить на каждом забросить вот и начинать тянуть он сам заглубляется сколько ему надо зата заглублением снасть там вообще автоматически валентине терешковой за полет космический армянины подарили снасть автоматически а я хотел скажите дети смотрят если такое может так спине кто-то тут поразморосал мульты свои во все стороны прям котел был прям там их было сотни есть так делать и ставку на что взял на хурикано или на резинку сверху маленький но дерганый очень дерганый совсем махань а по нехороший но пойдет хурикано ну хоть окунь а то с посудок учета было совсем печально уже не этот мы как это блюдо из азиатской люди хорошие тут есть такие за келошные женя прошлый раз келошного поймал келошного поймал позавчера утку на 4 для кляля кляля как клеет как и ухты какой поклёвка ты видел поклю еще было мама не горюй лиля но это окунь это уже окунь а то был прям удар такой есть это будет уже получше коптить правда давно копченых окуни не ели этот нормальный такой все-таки на хурикано посмотрел не хочешь об руки по колу пойдет коптил очку привести домой да он давно не ели копченых окуни красный не работает работает только зеленый вообще красный хурикано я душу хурикано вырулят не хурикано потянет питание хурика нет фирмой и студию называется модель хурика ё-моё уже три оборота ни одной поклёвки но куни такие гады могут за одним сорваться всей стаей уже скучковался прям видишь стаи похолодал о какой потешку увидели какая подтяжище баба есть этот прям такой да это прям злой маленький но злой я пошел раз закоптил там штучки 3 судака вон котле для котел я не знаю вам видно ребята там прям просто кипит вода и там тоже поклёвка за поклёвкой хороший спиннинг каждое касание каждое пищевое не чувствуется ля 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 что творят канадцы особенно когда наклеишь наклейку рексар на херти райс женя троллит я просто на самом деле очень люблю конечно херти райса начать я ловлю на херти райс с наклейкой замокс вроде говорит ля 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 как клюет стянул хорикан ну смотрите вот такое что-то нашли сейчас будем это пролавливать это вот так выглядит хамминберде бери координат также не требует подсак это маленький не говорит подсак да у меня там заброшенная приманка антифрикцион отпускает типа хорошая рыба мы так спокойно цинично вот так смотрите мой спокойно берем паху в руку подтягиваем отпускаем дужку не забираем этого маленького судачка то хорош закупил больше чем у меня теперь же я тебе тоже все буду это шу такую маленькую рыбку так же не привез на точку я сейчас поставлю вот эту хапугу про которую недавно рассказывал в видео это проверочная снасть на наличие судака конечно крупного судака можно ловить наверно не знаю хотя прошлый раз на дропшот ловили вот именно ну просто такая же оснастка вот вот такая оснастка без резинки снизу обычный классический дропшот взяли двух судаков 3 200 3 500 вот ну сейчас будем тестировать тут на этой точке уже не был удар легенький вес мне тоже на грамм 10 спинк от 8 грамм ну две приманки висит плетеночка полторашка я же не сказал что был матом не ругался и у него этот иногда пропадает долго пытаясь подобрать слово когда за нас пауза мы не можем разговаривать постоянно это мы подбираем подбираем слова запись пошла что-то клюнуло что-то клюнуло никогда не ловлю хапугой решил никогда снять видео забирай 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 отлично без пацака вот это спиннинг а какой у тебя спиннинг рикса рулит его над водой не держи о какой длинный рабочая рыбка так она еще зачетная давай ее померяем это не судак это селедка такой грамм 800 и васи и васи судак и васи еще расскажи каким спиннингом ты поймал сегодня рыбу забираем на жарюху это такой нормальный размер съедобный и так сказать а те расскажи кто тебя на эту точку поставил до дядя женя меня привез говорит вот лежит веточка выхолоте за веточкой стоит судачок кидая рома говорит вот туда я тебе покажу пальцем не но я только кинул сразу и приманного а лаверды но рома немножко на 20 метров на другого кинул сейчас я поймать того я сейчас поймаю давай понеслась на и холоде показывала двух судаков но одного из двух это тоже неплохо ты и подвесончик был не тут написали какие-то товарищи что все это бред что мы ловим видим рыбу и по ней кидаем что это какой-то чёс одни пишут что никакую рыбу там не видно другой пишут что это чёс вот так вот взять какую-то рыбу там кинуть вы там видите одного и там один фиг миллион один из миллиона клюет короче у всех свое мнение но ребята хочу сказать конечно там судак есть и логически если видишь двух судаковых там может быть конечно может быть их и пять там вот когда ловишь барханного там четко видно прям с точки снимаешь сколько видишь бывает и так бывает подъезжаем на точку видим за бренышка два судачка стоит чик-чик три заброса два судачка а бывает видишь пять судачков тик-чик-чик-чик не поймал ух но хоть по судаку же не уже поймали вечер перестает быть томным и немножко по кунькам оторвались до удовольствие получили у мы же не за рыбая на рыбалку находится крупную крупную на картинке явно стоял покрупнее трояк не трояк ну хороший на картинке был лежит одна единственная веточка на пять километров и он к ней притулился но они там двое так ребята по поводу спиннинга просили на него снять обзор вот я сейчас ловлю восьми граммами плетенка при этом полторашка глубина метров 6 наверное до 5 6 метров 5 шестьдесятых метров ну вот смотрите 8 грамм я ловлю по плетенке я спиннингом ощущаю легонько что касается приманка дна но за счет прослабления плетенки сейчас полный штиль ракушатник местами хорошо стучит ну как стучит местами подстукивает особенно близко к лодке далеко на выбросе конечно ничего не ощущается плетенка чисто провисает но плетенка как я сказал полторашка совсем не то плетенка которая нужно ловить 8 граммами как бы тестировать 8 8 грамм а вот 10 граммов у меня уже четко ближе к лодке стучит и 12 грамм стучит уже на всем удалении то есть это для тех кого интересовала чувствительность спиннинга спиннинг не мягкий то есть у него он конечно и не жесткий как я говорил очень похожи с предыдущими спиннингами который тестировал то есть пинг более универсальный такой фастового строя что он еще сказать вершинка у него не такая что прям супер живая кто любит чисто визуалку то это спиннинг подойдет только если вы будете ловить на максимальных весах что касается максимальных весов то тут я сейчас поставлю уже максималочку чтобы просто визуально посмотрели как он работает на 30 грамм потому что там уже прям видно и вершинкой и всеми фибрами он показывает касание на приманкой и так вот поставил 30 грамм плюс приманка ну четко в диапазон данного спина это конечно гипер перегруз для данного водоема но для спиннинга это максималка сейчас проверяем ну на забросе вообще абсолютно спокойно никаких провалов на забросе не кажется он сейчас сложится я потому что знаю вам что эти спиннгом бросал я уже говорил что там 50 плюс спокойно не резко но вообще уверенно бросал и он даже не проваливался на проводке вот так вот ну конечно на забросе не знаю смысле была приманка силикон весил большой тяжелый силикон был вот не свинец 50 грамм что еще сказать вот смотрите как работает по спиннгу видно касание в руку конечно же тоже стучит все четко но вершинка не мягкая как некоторые любят кто джигует пишут сравнение постоянно нарвал аргумент приводят данный рвал аргумент вершинка будет более живая этом же спингом удобно и джиговать и ловить воблерами что не позволяют обычные спинни так что думайте сами решайте сами этот спиннинг подходит больше для тех кто хочет иметь как я говорил одну палку на все случаи жизни ловите воблера побросать и какие-нибудь там тал спиннеры те же самые блесны короче и поджиговать все на свете ну и как изначально говорил этот спиннг вообще создан для джига с лодки для бортового джига вот но отлично подставляется со всеми со всеми остальными приманками ну и конечно же я вам рассказываю про спиннинг именно в этом тесте именно спиннинг от 32 грамм потому что если вы возьмете он совочку она будет естественно помягче или там 18 граммов и там будет вообще мягкое живое он будет тут же конечно же вы понимаете что это немножко другой тест и для ловли если вы собираетесь брать как универсальную палку то я рекомендовал выбрать вот до 32 там 35 грамм чтобы ловить можно было и воблерами короче вот такой вот рассказ все погнал дальше ловить ставлю снимаю приманку ставлю нормальные веса для данного водоема и буду дальше продолжать рыбалку правильно не мотай так быстро не спай вот он 17 метров так ребята смотрите 17 метров рыбина близко слишком и вижу где приманка упала вот она там но она она на поверхности нас крутит просто можно и бросил геннар вина вон она так вот она 18 метров до 18 метров надо потерял рыбу до меня чтобы не вошел маленький маленький дай под подоптик за упором доставай его сковородку так что понял как оно работает я теперь хоть вижу как он выглядит как это говорю под верхом которые самые активные только ударила приманка будет только один оборот сделать успел теперь мы сейчас его по находит на акватории извините который вообще четко под пану не я ловил до этого вот так вот да да собаке дарак то ловил да так ты не ловил не вакетаргетом и стуха очень кривая щуки там у нас стягивали все приманки нет но такого ты не ловила так и нашел увидеть его кинуть не чтобы просто шли искали его там да вот так вот мы подходили на точку смотрели где и кидали на прикол в том что приманка пометока поменял приманку и бабка пошептала блин но тот был сильно больше этого по картинке это опыт веселочный что теперь судака даже без клевья можно так плавать и ловить под верхом прикинь внизу сколько мы ловили целый день он под низом не клюет а чисто вот вверху прям сверху под толще до 2 ходил да ну когда вража вошли а я же не говорю женя делайте ярче цвета то мне вот эти пастельные тона не нравится даже не делает эти приманки не поярче на которой поярче лучше клюет короче ребята и отловились нас тело аккумулятор вот который на приборы идет сервисник но это было что-то с чем до сегодня рыбалка мы много не поймали но для себя новая тема лоль эпилогического судака еще в движении он движением и в движении все это стыку им короче было веселуха же не понравилось нервы аж когда он не клюнет они сопровождают несется тыкает короче короче было весело жаль что мало поймали все мы собираемся и погнали дальше не знаю если заряется аккумулятор еще половим если нет то значит погнали домой все всем пока пока я могу перекинуть на основной